Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Ну и новый влог я начинаю с готовки. Девчата, по моему голосу можете догадаться, что ролики не выходили, потому что я немножко приболела. Сейчас я уже чувствую себя хорошо, но голос, конечно, говорит об обратном. Просто несколько дней назад у меня голоса вообще не было. Вот, и то, что есть сейчас, это уже просто замечательно. Ну, а чувствую я себя, как обычно, поэтому возвращаюсь к вам с мотивацией. Меня просили делиться рецептами, которые я готовлю для Машеньки. Но Машулька ест с нами, в принципе, с общего стола. Наш педиатр разрешил, она с нами уже очень давно. Всех моих девочек идет, у нас один педиатр, она знает, что мы, в принципе, готовим такую достаточно нейтральную еду. Не жирную, не жареную, без добавления какого-то большого количества специй. Поэтому она дала добро, что мы можем уже кормить Машу с общего стола. Сегодня я буду тушить курицу, у меня бедро, вместе с луком и с рисом. Лук я уже нарезала четверть кольцами, видели, отправила тушиться. И сейчас буду добавлять туда курицу. Курицу нарезаю небольшими кусочками. Опять же же, знаете, сейчас, когда суп готовлю, тоже нарезаю все такими кусочками, чтобы Маше было комфортно есть. Хотя оно, в принципе, нормально жует, ну все в этом плане в порядке. Вы знаете, это первый у меня такой ребенок. То есть вот очень отличаются девочки вообще все между собой. Маша у нас просто какой-то мясоед. Вот она, если вот ей положить там овощи, мясо, в супе там ей нужно мясо. Из овощей она будет выбирать мясо. Вот она действительно мясоед. Девчонке как-то вот к мясу так равнодушно. Она обожает и мясо, и рыбу. К луку с курицей я добавила столовую ложку муки. Все хорошо перемешиваю, чтобы мука равномерно распределилась. И потом сюда буду добавлять молоко. Иногда добавляю сметану, разведенную с водой. Могу добавить сливки 10% разведенные с водой. Ну, где-то 200 мл. То есть если это сливки, то будет там 100 мл сливок, 100 мл воды. Добавляю жидкость, чтобы в соусе в таком у нас курочка с луком варилась. Вообще овощи можно добавлять любые. Так, девочки, ну я переключаю. Сейчас буду готовить сыр домашний первый раз. У меня здесь 3 литра молока, 400 г сметаны. Нам потребуется яйца 6 штук. Я что-то перепутала сначала, подготовила 3, но нет. И 2 чайные ложки соли. Еще у меня есть вот такая форма для приготовления сыра. Производитель Тескома. Я тут промежда делом буду пытаться готовить сыр. Ну и периодически помешиваю курицу. Добавила я сюда рис, добавила жидкость, чтобы на сантиметр выше была жидкость риса. Добавила соль. Я сейчас жидкости еще добавлю. Вот. И накрывая крышкой, буду готовить минут 15. Но я, знаете, развариваю чуть-чуть побольше. Опять же, чтобы Маше было комфортно есть. А тем более мы сейчас растим клыки. Ну и Маша такая весьма-весьма капризная. Значит, для сыра я поставила 3 литра молока на плиту и довожу до кипения. Соединяем 6 яиц и 400 г сметаны. Сметану я брала жирность, по-моему, 20%. Ну, вы знаете, какая была в пакетике, такую и взяла. Там как раз в пакетике 400 г. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. И добавляем сюда 2 чайные ложки соли. Их готов. Всем, кроме Маши, я еще добавляла туда строчтеллу. Очень-очень вкусно с ней получается. Попробуйте. Если никогда не пробую, не готовили так. Так, смотрите, молоко у меня закипело. Я выливаю смешанные яйца со сметаной. И нам нужно сейчас постоянно помешивать, следить до того состояния, чтобы у нас молоко начало сворачиваться. И вот так оно будет выглядеть. Смотрите, все готово. Выключаем огонь и перекладываем в форму для сыра. Я, кстати, подумала, что это может быть даже дуршлаг. Если, допустим, у вас пластиковый, да, такой формы, можно и там попробовать. Сыр под пресс убираю в холодильник. Ну, как вот сейчас, он остынет немножко. И уже в следующем видео поделюсь с вами результатом. А пораньше, наверное, в телеграм-канале в своем. Вот, покажу, что получится. Но я, знаете, немножко попробовала. Мне показалось неплохо. Думаю, Маша оценит. Девочки, пока была на больничном, оформила заказ на озон, заказала косметику. Курьер сейчас мне привез, давайте распакуем. Я заказала два дезодоранта. Один для мужа, другой для себя. Пользуюсь разными, но вот эти одни из фаворитов. Вот такой вот верши и паё. Дальше миндальное масло для душа от Локситан. Очень мне этот нравится аромат на такой осенний-зимний период, согревающий, очень вкусно пахнет. Девочки, ну и карандаш для губ, вы часто видите у меня его на губах, это пупа в оттенке 004. Вот я накрасила сразу губы. Нравится мне этот карандаш, повторяю, не первый раз. И все эти вкусняшки можно заказать, не выходя из дома на озон. Огромный выбор оригинальной косметики, премиальных брендов, срез по уходу, гаджетов для ухода, также парфюмерия. А еще выгодные цены, доставка до пункта выдачи или до двери, бесплатный возврат, а также сейчас на многие товары доступна оплата после получения в пункте выдачи. Ссылка на озон уже вас ждет в описании под видео. И чтобы не наткнуться на подделку, обязательно обращайте внимание на пометку оригинальный товар с галочкой. Девочки, а сейчас предлагаю вместе со мной прогуляться по магазину Кюхин Лэп. Вот смотрите, сразу при входе нас встречает коллекция со змеями. В прошлом видео я уже говорила, что это вообще не мое, вот эти вот статуэтки в форме змей. Прям хочется обходить стороной. Не знаю, почему они сделали такой акцент. Но возможно, конечно, на это тоже есть свой клиент, свой покупатель. Дальше у них представлена более симпатичная коллекция с домиками. Здесь много чего интересного, милого. И знаете, такие домики это даже не столько лично для меня новогодний декор, а как, допустим, отличный просто зимний декор. Мне еще понравился очень вот этот состаренный шар. Правда, я не брала. Вообще ничего не взяла в этот раз в магазине Кюхин Лэнд. Вышла с пустыми руками, как-то вот, знаете, особо ничего не приглянулось. Понравились мне вот эти бокалы, но я думаю, что-то подобное можно поискать либо на маркетплейсах, либо в других магазинах. Также мне понравились вот эти вот веточки, но я решила, что сначала сделаю ревизию, посмотрю вообще все, что у меня есть. Потому что я думаю, что мне даже особо и докупать что-то не нужно. Ну а здесь представлена более классическая коллекция в красных оттенках. Есть новогодние фартуки, новогодние полотенца. Стоят они что-то в районе, там, полотенца 600 рублей в фартуке. Честно не помню, может быть, тысячу с чем-то. Вот опять же салфетницы в форме домиков. Есть из чего выбрать. Текстиль красивый. Опять же, на мой взгляд, такой более нейтральный. Здесь, посмотрите, птичка, гроздь рябины, вот такие вот ложечки. Но такие ложечки мы точно с вами найдем гораздо дешевле на маркетплейсах. А вот текстиль, повторюсь, такой нейтральный и даже больше зимний, чем новогодний. Видела в приложении, хотела посмотреть вживую на вот эти вот стаканы. В принципе, симпатичные. По стоимости они 900, кажется, рублей. Неплохие. Также очень милая коллекция с новогодней символикой. Елочки, лошадки, статуэтки. Но опять же, есть вот со змеями такие кружечки. Кто любит, наверное, оценит. Мне еще понравился вот этот шар. А елка, которая рядом, знаете, там не, видимо, потому что вокруг змеи напомнила змеиную чешую. Поэтому она мне вообще не понравилась. Смотрите, наверху есть литые елочки с бантиками. В прошлом году аналогичным образом украшала сама. И у вас получится такая елочка гораздо дешевле, если вы просто купите литую елочку и приделаете к ней вот такой бархатный бантик. Эти бархатные ленты тоже продаются на всех маркетплейсах. Посмотрела, какие здесь есть скатерти. Ну, скатерти здесь, по-моему, никогда не бывают хлопковыми. Может быть и бывают, но вот мне не попадались. В основном это полиэстер, да, вроде бы такой материал. И они без пропитки, то есть все впитывают. Поэтому можно найти более интересный вариант. Тем более, что стоят они порядка пяти тысяч. Еще мне понравилась вот эта коллекция бежевая для кухни. Только вопрос, как долго прослужат эти кастрюльки, не потеряя свой внешний вид. Также неплохая вот эта зеленая коллекция, имитирующая еловые ветки, шишки. Видела в обзорах. Хотела тоже посмотреть вживую, но на меня вот эта шишка вживую не произвела впечатление, поэтому я ее не приобрела. Ну и вот есть такие шары. Они, по-моему, были представлены в прошлом году, ну и также представлены и в этом. Еще очень хотела видеть вживую вот эти бокалы. Они привлекли мое внимание на сайте. Стоят они 1490 рублей и вообще не разочаровали. Возможно, я за ними и вернусь. Вообще хочу поделиться с вами своим впечатлением, посмотрев вживую коллекцию в магазине Кьюхенленд. Вы знаете, бывает такое, что вау, это красиво, и это хочется, и это хочется, и просто не знаешь, из чего выбрать. То есть здесь как-то абсолютно вообще спокойно походила, выбирала, посмотрела и ушла с пустыми руками. То есть вот чего-то такого, что я увидела и вот прям захотела сразу же это приобрести, нет. Возможно, посмотрю, похожу, подумаю. Если что-то будет недоставательнее, зайду и приобрету, и обязательно поделюсь с вами. Наше осеннее утро с дочкой начинается в уютных пижамах. Мы вместе валяемся, читаем любимые книжки. И спустя какое-то время я иду в ванную комнату и подготавливаю все для Машулькиных утренних процедур. Пенка для умывания, подгузник, расческа и полотенце. У нас кокуро-трусики с милым дизайном, мягкой резинкой, хорошо прилегает к ножкам и не протекает. Утром, конечно же, умываемся, расчесываемся. Я подмываю Машульку, меняем подгузник, а потом идем кушать. Сначала я кормлю завтраком Маше, а потом завтракаю уже сама. Даю ей ягоды, фрукты, она это очень любит и дает возможность мне спокойно тоже позавтракать. Потом мы проводим вместе время, играем. Когда я вижу, что она увлечена, то могу отречься, заняться уборку, убрать со стола, пропылесосить. Ну а потом мы собираемся на прогулку. Я подготавливаю одежду для Маши. Беру подгузник, сменную одежду. Беру пеленки, они у меня, кстати говоря, тоже кокуро. Конечно же, влажные салфетки, они плотные, без мыльной пены и навязчивого запаха. А заказать продукцию кокуро можно эксклюзивно в Перекрестке. А по моему промо-коду сделать это можно со скидкой 10%. Переходите по ссылке в описании и пробуйте. Девочки, а сейчас хочу поделиться с вами идеей новогоднего декора из того, что у нас есть дома. Для этого нам понадобится какая-нибудь ненужная тарелка. Возможно, у вас есть какой-то подносик. У меня вот такая тарелка, лежит уже несколько лет, я ей не пользуюсь, это Икея. Также нам понадобятся свечи, если вы захотите делать декор со свечами, подсвечники. У меня вот такие киевские, возможно, у вас есть какие-то старенькие, небольшие. И мы будем делать эту тарелку на пьедестале, поэтому нам нужно основание. Это может быть любая пиала, какой-то стакан, возможно, старый подсвечник на какой-нибудь тонкой, изящной ножке. Ну, в общем, то, что можно будет под низ подставить. Ну, и, конечно же, разные еловые ветки, вообще новогодние веточки, какие-то шарики, всевозможные декоры, все, что у вас есть. Я такие вещи не выбрасываю, все храню и использую для таких подделок. Смотрите, вот такой прозрачный салатник, маленькую пиалу мы ставим в качестве основания и сверху фиксируем нашу тарелку. Абсолютно разного диаметра она может быть, в зависимости от размера вашего стола, где вы хотите это разместить. И, девочки, я сейчас это не фиксирую на клей, но можно фиксировать и на горячий колевой пистолет, и на клей момент, который по стеклу. Там уж, я думаю, вы разберетесь. Ну, и также центральная часть, я вам сейчас показываю, примеряю, она может быть разной. Это может быть и фонарик у меня, он из ленты. Вот такая плетеная елочка, она у меня из магазина для творчества Леонардо. И керамическая елочка из фикс-прайса. У меня будут подсвечники, 4 штуки, я их вот таким образом расставляю. В середине я хочу разместить просто живую шишку. Вот, мы их собирали, сами красили. Ну, я думаю, такие тоже можно приобрести или найти в лесу. Ну, а дальше украшаем веточками. Девочки, смотрите, я использую искусственные еловые веточки. Ну, а поближе же к Новому году можно использовать живую хвою. Можно в середину поместить хлористическую губку, напитать ее водой. И ее уже втыкать. Тогда вообще очень просто все это фиксировать. Но пока так, пока еще Ненобелес ничего не продается в магазинах, по крайней мере, в нашем городе. Поэтому я вот подаю вам идею, используя то, что у меня есть. Я, смотрите, совмещая разную хвою, таким образом, мне кажется, композиция выглядит более объемной и интересной. То есть, например, вы можете использовать и хвою, и тую, да, разные веточки туи, можжевельника. Все это будет смотреться очень здорово и красиво. Можете их между собой там перевязать, стянуть. Вот, уже смотрите, как вам удобнее будет фиксировать эту композицию. У меня веточки позволяют, что я могу их просто вот так вот положить. И они держат форму, никуда не распадаются. Можно на горячий клеевой пистолет. Но так как я подаю пока вам идею, не делаю это для себя, потому что еще рановато. Вот, просто хочу показать, как, допустим, из каких-то старых веточек, из старой ненужной посуды, можно создать такую композицию. Она действительно универсальна. Ее, смотрите, можно разместить и на кухонном столе, такой центральной частью. Ее можно и на журнальном столике, и на комоде. Ну, вообще, везде можно поставить, вот, где вам хочется. И собрать ее можно по-разному, повторюсь, и с подсвечниками, да, свечи зажигать. Можно какую-то центральную часть, фигурку поставить, оленя, домик, фонарик. Ну, полный полет фантазии. И отличная возможность использовать какой-то декор, возможно, который потерял какую-то актуальность, потерял внешний вид, что-то там откололось. Ну, вот здесь это все замечательно можно применять. Я собираю композицию достаточно нейтральную. Я здесь не использую сейчас ни шары, ничего. Просто декоративные веточки, которые у меня есть. Можно, конечно же, добавить и шарики. Но и для того, чтобы, знаете, как будто бы такие льдинки с нее свисали, я использую сосульки. Покупала в прошлом году в Фикс Прайсе. Мне кажется, они есть и сейчас. Нежное кружево называется. Я их просто вот так вот подкладываю, чтобы льдинка свисала. Опять же, можно приклеить на горячий клеевой пистолет. Мне нравится с ним, на самом деле, очень работать, потому что потом этот декор можно разбирать. Он очень легко, в принципе, отклеивается. И потом можно почистить декор от него. И все будет как новенькое. Ну, а я, в принципе, практически уже закончила. Добавляя последние акценты, кручу композицию, смотрю, если мне что-то не нравится, где-то добавить, где-то убавить. И все готово. Потратила я не так много времени, но посмотрите, какая красота получилась. Мне, на самом деле, самой очень-очень понравилось. Не знала, что будет в конце, да, потому что воплощала задумку из головы, но получилось очень достойно. Мне кажется, отличная возможность использовать вещи, дать им вторую жизнь. А еще сегодня хочу приготовить такие вот зимние согревающие напитки, но не обязательно зимние, в принципе, а осенние. Я буду использовать облепиху, клубнику, вишню, мандарин, апельсин, мяту и розмарин, а еще мед. Вообще можно использовать любые ягоды, специи, все то, что вы любите. Я, знаете, заказывала в доставке вот эти вот разные замороженные чаи, просто покупала. Тут подумала, да, ведь люди готовят сами, почему бы тоже не попробовать. Я взяла именно те ингредиенты, которые нравятся лично мне, моей семье. Вот, я буду сочетать апельсин, мандарин с облепихой, с мятой, с медом и с розмарином. И у меня будет сочетание вишни, клубники, мяты и меда. Вот, тоже буду пробовать. Сегодня отправлю заморозку и в следующем видео обязательно поделюсь, как понравится мне или нет. Все ингредиенты я просто помещаю в свою кухонную машину, измельчаю и дальше разливаю по силиконовым формам. И отправляю в морозилку. Кстати, девочки, сразу ловите лайфхак. Ставьте силиконовую форму на доску. И тогда вот силиконовую форму на этой доске удобно переместить в морозилку, чтобы она там застыла. В общем, так силиконовая форма все равно, она, ну, деформируется, когда мы поднимаем. Поэтому вот я сначала так попробовала, потом подставила доску, и вот в этом случае все работает просто замечательно. Продолжение следует... Дорогие, на сегодня я буду свое видео заканчивать. Обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мое сообщество ВК, я там дублирую свои видео, на мой телеграм-канал. Поддерживайте меня пальчиком вверх, оставляйте ваши комментарии. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok